Привет всем! Я Айден, кто меня еще не знает. И сегодня я хочу поговорить с вами о Новом Годе. Вернее, я хочу рассказать вам что-то очень грустное. И в тот момент поговорить с вами о моих хороших и веселых воспоминаниях о Новом Годе. Так что, давайте начнем. У нас сейчас Ханука, и когда у нас Ханука, это значит, что у вас скоро будет Крисмас. И это значит, что Новый Год тоже на носу. Так что, я хочу сказать вам что-то очень грустное. Я, Эден Кучи, не праздновал Новый Год уже 13 лет. Это очень грустная история, не так ли? Я расскажу вам почему, потому что в Израиле Новый Год не принят. Сегодня 28 ноября, все мы живем по этим датам, но еврейские даты, они другие. И поймите меня неправильно, потому что я не хочу, чтобы вы думали, что вся страна религиозная, и кроме этой религии ничего у нас тут нет. Но я вам даже более этого скажу, что есть города, что они больше религиозные, есть города, что меньше, что, допустим, Тель-Авив, он совсем не религиозный город. Совсем. Я могу сказать вам, что тут, если вы хотите поесть в кошерном ресторане, вам это будет очень трудно, потому что тут их очень мало, и они неизвестные. Но в Бершеве, если вы захотите поесть в некошерном ресторане, вам это будет очень тяжело. Но суть не в этом, суть в том, что, когда я была маленькая, мы приехали в Израиль, то кто не приходил в школу 1 января, эти были только дети русских иммигрантов. Ну, русских, украинских, неважно, кто приехал из Советского Союза. Потому что только выходцы, выходцы из Советского Союза празднуют Новый Год. Знали об этом? И это было странно для меня сначала, но я как маленький ребенок, я не хотела быть другая, чем другие дети. Вы знаете, как это? Я не знаю, если вы знаете, но если вы эмигрант, то вы знаете, как это все бывает. И как вы чувствуете, когда вы эмигрант, а не израильтянин. Это очень трудно, и дети поэтому очень быстро превращаются в израильтянами. Как я, смотрите на мой язык. Так что, это грустная история, но это психология, социология, антропология, вы можете про это учить. Все известно. То, что случилось, то, что в первый год мы праздновали Новый Год, все было прекрасно. Даже я была очень счастлива, потому что это был 2000 год. И я была рада, что мы все в жизни остались, а конца света так и не было. Кстати, я сейчас вижу, что света так и нет в моей комнате. Жалко. И второй год мы праздновали, но в третий год уже мы не праздновали все семьями, бабушка и тетя, и мы. Каждый праздновал в своем доме. И после этого я, у меня только есть мама, у меня нет ни папы, ни братьев. Так что, мы больше это не праздновали. И вообще, когда мы праздновали, это было, конечно же, по-другому, потому что снега у нас не было. И елки настоящей у нас не было, а искусственной. Когда я жила в Сибири, то елки у нас были настоящей. Моя мама и вообще моя семья ехали в лес. Я могу вспомнить эти все дни, эти все новые годы. Иногда это было только я и мама. И иногда это было я и мама у моей тети, ее семьей. И иногда это было в Киеве, у моей бабушки. И когда это было в Киеве, то мы кушали киевский торт и шубу, и я не помню еще что. Но когда это было в Сибири, то мы кушали пищу богов. Обожаю этот торт. И шубу. Я просто обожаю шубу. Я вам могу сказать, что когда мама ко мне приезжает в Тель-Авив из Бершевы, она меня спрашивает, что мне приготовить кушать. Я ей говорю, шубу. Никто в Израиле не ест шубу. Никто не знает, что это шуба. Они просто могут провести всю свою жизнь и не кушать шубу. Они могут всю свою жизнь провести и не знать, что такое шуба. И я помню, как каждый год я мечтала о таком-таком подарке. Я думала, что есть Дед Мороз. Я ждала его. И я с вами хочу поделиться чем-то. У меня никогда не было братьев. И нету. И так и нету. И вы знаете, что в Сибири очень-очень холодно. Иногда это минус 40 даже. И у нас окна внутри квартиры, они были ледяные. Да. Я могла писать на окне внутри квартиры. Правда. Потому что оно было ледяное. И я писала. Я писала Деду Морозу на моем окне. Дед Мороз, пожалуйста, принеси мне братика. Я так хочу братика. Но он так его и не принес. Дед Мороз. Знаешь ли, это такая эпоха ностальгии, что я скучаю за своим детством. И может быть, это Киев. Это то, что мне сделало в сердце, что я поехала туда. И я вспомнила и понюхала. Потому что я не была в России до сих пор. С тех пор, как мы уехали оттуда. Но я поеду. Думаю, в ближайшие полгода или год я точно поеду туда. И у меня такая ностальгия. Мне очень грустновато на душе. И я бы хотела этот Новый год праздновать с моей мамой. Но просто мы все учимся и работаем. Все идут на работу 1 января. Как будто бы ничто не случилось. И ничего не изменяется. Все любят вечеринки. И все любят праздновать праздники. И просто говорят, сегодня есть праздник. Давайте попразднуем. Давайте пойдем куда-нибудь и попразднуем. Почему бы и нет? Так что все это любят делать. Но это не так, как я помню. И я хотела бы быть в Новом году. Это я бы в этот Новый год очень хотела бы быть где-нибудь в Европе или в России. Даже на Украине. Мне не важно где быть. Только мне хочется, чтобы там был снег. И все люди были на улице. И ждали пока будет 12. И целовались. И пили шампанское. И кушали шубу. И кавьяр. Ями. Но это не произойдет. Потому что у меня 3-го экзамен. 3-го января у меня экзамен. Это грустная история. Я думаю, что... Я не хочу, чтобы вы плакали там за экранами. Не хочу, чтобы вам было больно за меня. Но пожалуйста, пригласите меня, чтобы я с вами сделала Новый год. Пожалуйста. То возьмите меня, чтобы мне праздновало с вами Новый год. И дайте мне теплоту и любовь. И приготовьте мне шубу. Надо что-то с этим делать. И наверное, пойду и что-то сделаю с этим в этом году. Или я позову сюда свою маму. Или я поеду туда. И я скажу всей моей семье, давайте праздновать Новый год. Потому что я хочу праздновать Новый год. Мне это надо. Моей душе это надо. Мне нужно шубу. Мне нужно шампанское. Не пейте алкоголь. Если вам еще нету 18 детей. Я хочу елочку настоящую, которая пахла лесом. И я хочу, чтобы меня там ждали подарки утром. И вот и все. Это много попросить. Я хочу Новый год. Вот и все. И я хочу, чтобы вы мне написали ваши самые любезные воспоминания от Нового года. Что вы самое любите. И знаете, что я вся зеленая от... Как это называется? Зеленая от... Зависти. Что вы делаете Новый год. И вы будете с вашими семьями в этот Новый год. А я, наверное, буду за учебниками. Или что-нибудь такое. Но нет, скажу вам по секрету. Я пойду и буду праздновать этот Новый год. Даже если не с семьей. Но я надеюсь, что в следующий Новый год я буду праздновать там, где есть снег. И люди, которые счастливы на улице, ждут Нового года. 2015 год. Это будет в следующем году. Так что мы поговорим об этом. Спасибо, что смотрели. И ставьте лайк, если вы любите Новый год. И подписывайтесь ко мне, если вы не подписаны. Чтобы знать еще мои истории. Грустные и не грустные. И... Все что угодно. И я вас целую. И... Желаю вам отличных выходных. Пока. Пока.